МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ребят, посмотрите, это максимально идеальная ситуация сейчас происходит. Мы находимся в Германии на тест-треке Volkswagen Group, и это Bugatti Chiron, мега-супер-потрясающая гиперкар. Мы сюда приехали благодаря компании LEGO, которые сделали уменьшенную версию Bugatti Chiron. В общем, сегодня по программе мы покажем вам и эту уменьшенную версию, а также прокатимся на Chiron, надеюсь, под 400 км в час. Фантастика, господи, мы наконец добрались до Chiron. Это было так трудно сделать, потому что в России скромничают наши богатые люди и не покупают Chiron, покупают все, что угодно, только не такие потрясающие гиперкары. Друзья, очень интересная ситуация. Мы сейчас находимся на тестовом треке Volkswagen Group. Место реально такое секретное, и сразу после этой съемки у нас забирают все файлы на проверку. Если им что-то не нравится, они удаляют. И поэтому мы не знаем, получилось ли, пропустили ли они самый первый стендап, когда мы стояли на фоне Bugatti Chiron на этом полигоне. Поэтому на всякий случай приветствуем вас еще раз. И сейчас в двух словах расскажу вам, что вас ожидает за программа. Итак, сзади меня два Bugatti Chiron. Один сделан из частей LEGO, другой, собственно, реальный Bugatti Chiron. И по программе. Сейчас мы пробежимся по этим двум моделям. Расскажу кое-какие технические данные. Затем у нас еще будет возможность проехаться на Bugatti Chiron, который реальный автомобиль. И еще мы пообщаемся с разными людьми из Bugatti, из LEGO. Ну что, друзья, давайте начинать. Вообще, в целом, очень рад. Давно хотел снять для вас этот гиперкар Bugatti Chiron. К сожалению, нет их пока у реальных владельцев в России. Но ничего страшного, мы добрались, мы здесь. Давайте приступать. Еще добавлю, что мы находимся в Германии, местечко в Вольцбург. Все, погнали. Итак, вот он, красавчик Bugatti Chiron. Сходу хотел бы сказать вам про стоимость этого автомобиля. Стоит он 2,4 евро, что составляет примерно 170 миллионов рублей. Колоссальные деньги. Причем, это не максимальная цена за Bugatti Chiron. Недавно вышел еще Bugatti Chiron Sport. Он стоит 2,65 евро. То есть, где-то еще гораздо больше, чем 170 миллионов рублей. Но да ладно, не будем про цифры. Машина просто вообще потрясает своей внешностью. Я думаю, многие из вас, конечно же, видели ее на всевозможных фотографиях, да, на видеороликах. Но в жизни она прям вообще заставляет ваше автомобильное сердце остановиться. Потому что она настолько впечатляющая, настолько красивая. Дизайн реально просто бомба. Но, конечно же, если мы говорим про Bugatti Chiron, то дизайн это не самое главное. Да, вид крутой. Но самое крутое, что в этой тачке полторы тысячи лошадей. Пойдемте, подойдем к мотору. Вот он, собственно, сумасшедший абсолютно мотор. Здесь у нас 8-литровый двигатель. Четыре турбины. Обычно в самых крутых автомобилях, ну, не бывает четыре турбины. Обычно у всех максимум их две. Здесь четыре. Собственно, сделано для того, чтобы исключить турбо-яму. И первые две турбины, они с ранних оборотов начинают работать. И вторые две турбины подключаются после 3800 оборотов в минуту. По крутящему моменту здесь 1600 ньютона метров. Еще из-за интересного спереди, ну, разумеется, у нас тут карбонокерамика. Передние тормозные диски диаметром 420 миллиметров. И задние чуть меньше 400. Немного динамических характеристик. До первой сотни Bugatti Chiron идет за 2,5 секунды. С нуля до 200 км в час за 6,5 секунд. И с нуля до 300 км в час за 13 с небольшим секунд. Феноменальные показатели. Забыл сказать про коробку передач. Здесь 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. По приводу, конечно же, полный. С возможностью блокировки переднего и заднего дифференциалов. И это, кстати говоря, очень редко встречается на автомобилях на сегодняшний день. Наверное, за счет, ну, вот такой вот продвинутый полный привод позволяет оставаться этому гиперкару стабильным на очень высоких скоростях. По кузову здесь карбоновый монокок. И один кузов по времени производится целых 4 недели. Машина, разумеется, у нас лимитированная. Всего будет произведено 500 Bugatti Chiron, которые сейчас постепенно, по мере производства, приезжают к своим заказчикам. Одна из причин, почему нет Bugatti Chiron в России, заключается в том, что сейчас все новые автомобили, которые поступают в продажу в нашей стране, они должны проходить краш-тесты для того, чтобы оборудоваться системой Aero Glonass. Ну и вы сами прекрасно понимаете, я думаю, что много Bugatti Chiron в России продать не удастся. И разбивать один Bugatti Chiron для того, чтобы там была Aero Glonass и небольшие непонятные продажи, разумеется, смысл особого нет. Так что никаких Chiron в ближайшее время у нас не будет. Насчет шин. Здесь специально разработаны именно для этой модели шины Michelin. Задние по ширине 355 миллиметров, то есть супер-вайт, очень широкие. По весу чуть меньше двух тонн машина весит, тону и 995 килограмм. Друзья, я думаю, на этом моменте давайте мы посвятим, уделим немного внимания Bugatti, которая сделана компанией Lego. И по техническим характеристикам я более подробно еще расскажу в процессе вождения Bugatti, когда нас будут катать на тест-треке. Переходим вот к этому мега-конструктору. Ну, Bugatti Chiron хоть и очень редкий гиперкар, но все равно его увидеть шансы у вас есть где-нибудь в Монако или в других дорогих местах Европы, не только Европы. А вот полностью собранный Bugatti Chiron из деталей Lego – это точно полный эксклюзив. Так что давайте мы сейчас ему уделим внимание, пройдемся, посмотрим поподробнее. Итак, более миллиона элементов Lego задействовано при создании этой модели Bugatti Chiron. Затем более 13,5 тысяч часов ушло непосредственно на сборку этой машины. И по времени это заняло в районе года. Всего здесь задействовано более миллиона различных элементов Lego. По времени на создание ушло более 13,5 тысяч часов. Просто огромная совершенно цифра. То есть целый год собирали Bugatti Chiron Lego Edition, так сказать. Далее, машина абсолютно функциональна. То есть здесь есть электромотор, который представлен еще здесь на отдельном стенде. На создание этого Lego мотора ушло более 8 тысяч различных деталей Lego. Разумеется, тут не только Lego элементы, потому что это все-таки у нас идет электрооборудование. Здесь есть батареи. Я думаю, это один из самых тяжелых элементов автомобиля. И если говорить про вес, то весит вот такой вот Bugatti Chiron от Lego ни много ни мало – полторы тонны. Я очень удивлен, потому что я думал, что весить это все будет суммарно, ну, килограмм 500 максимум. Тем не менее, вес у нас получается, как у реального автомобиля. Затем, если более подробно заглянуть внутрь, то можно увидеть спидометр, который собран также из Lego элементов. И он функционален, он работает. Также, ой, я вот чуть-чуть сейчас дотронулся, немного стало страшновато. Вдруг еще что-нибудь отвалится. Но вроде как все выглядит достаточно крепко. Затем, здесь даже, посмотрите, есть реальные ремни безопасности. То есть, в принципе, на машине можно ездить, но, конечно же, краш-тестов она никаких не пройдет. Поэтому перемещаться на ней можно с небольшой скоростью. И максимальная скорость ее составляет 30 км в час. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите нам, чем вы занимаетесь в Бугатте. Меня зовут Яхан Швальбе, я работаю в Бугатте с 2011 года и в данный момент отвечаю за всю разработку и инжиниринг шасси. Отлично. Первый вопрос. Скажите, а будет ли более мощная версия Широна? Стоит ли этого ждать? Ну, давайте я отвечу так. Мы по-прежнему работаем и у нас есть много идей, касаемо инжиниринга. Даешь 2000 лошадей? Ну, вероятность есть, но какую-то конкретику я озвучить не могу. Есть много идей для разработки, как еще можно улучшить машину, чтобы сделать ее еще быстрее. Но детально, увы, сейчас не расскажу. А сколько времени ушло на разработку Широна от и до? Ну, разработка началась где-то в начале 2013-го. Первые наброски, 14-й, 15-й, 16-й, так, 3 года получается, да? Не совсем, в целом же получается 4 года. А это довольно быстро для такого серьезного проекта, да? Конечно. 4 года – это то время, которое дается на разработку. И здесь все было так, но это еще и было серьезным вызовом. Поскольку это технически очень сложный автомобиль, но отлично спроектированный, и над которым работала очень сплощенная команда. Дизайнеры и инженеры по аэродинамике, по шасси, по двигателю, по кузову работали в очень тесном сотрудничестве. Поэтому получился столь хороший результат всего за 4 года. А если вспомнить Вейрон, в чем разница в техническом плане? Насколько она велика? Это прямо революция? Да. В целом, Широн – это не просто эволюция Вейрона. Как только мы начали разработку Широна, мы довольно быстро пришли к выводу, что речь пойдет именно о новом автомобиле. В конце концов, например, по шасси 96% полностью новое. Так что, да, это новый автомобиль. Сама по себе базовая концепция машины, разумеется, очень сходна с Вейроном. Но это другое поколение, и это, по сути, новый автомобиль того же сегмента. Ну, можно так сказать. Говоря об обычных гражданских автомобилях, там, ну, условно, каждые 10 тысяч километров нужно проходить техобслуживание. Масло там поменять, ну, в общем, нужно ездить в сервис. А в случае с Широном, через какие промежутки необходимо посещать дилера? Если речь идет об обычном ТО при обычном использовании, то оно осуществляется раз в 20 тысяч километров. Ну, немало. Но, разумеется, если вы используете его на треке, то сразу после заезда на трек. Ну, лучше всего, конечно, будет осмотреть авто до и после заезда, чтобы проверить, мало ли что-то поменять нужно. Потому что трековое использование — это совершенно другая история. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите, чем вы занимаетесь в Лего. Конечно. Меня зовут Лубор, и я главный дизайнер этого проекта. А еще я занимаюсь созданием моделей для конструкторов магазина. Ну, вот как-то так. Отлично. Для начала расскажите, сколько человек работало над этим проектом в Лего? Больше дюжины на проектировании и постройке в течение года. А было ли при постройке такое, что вот вы строите-строите, а потом понимаете, что ошиблись, и нужно все разбирать и собирать заново? Разумеется, сплошь и рядом. Обычно просто мы не строим такие большие проекты из Лего Техник. Для нас это была новая платформа. То есть пришлось немало моделировать и так далее. Например, передок, саму переднюю маску мы перестраивали три или четыре раза. Ого, все не так просто. Да, это все было довольно долго. Но со мной работает очень крутая команда, люди, которые реально мотивированы. Так что все получилось. А где вы вообще все это собирали? Где работали все эти люди? На самом деле все было довольно забавно. Я рад, что вы спросили. Начинали мы все это прямо на полу в нашем офисе. Я вам фотографии могу показать. Конечно, легко. Сейчас обойду только. Вот тут вот видно. Вот первый офис. Ух ты, действительно, прямо в офисе. Да, в буквальном смысле, прямо на ковре. Но после первой пары месяцев моделирования пришлось переехать в мастерскую на довольно большом заводе. Да, здесь уже все серьезно. Совершенно верно. Но первых два-три месяца это было просто в офисе на полу. Круто. А что было самым сложным в постройке машины? Какие были проблемы? Ну, наверное, самое веселье было в прошлое Рождество, когда была самая жаркая пара сборки. Много всего происходило одновременно. Мы готовились собирать кузов, кубики лего поверх стали. У нас не было каркаса в течение первых трех месяцев сборки, и мы ждали его, скрестив пальцы, чтобы все подошло. Это была прям нервотрепка, если честно. Понимаю. Но все подошло с первого раза. Но драматизма добавило. Представьтесь, пожалуйста, и поведайте нам, чем вы занимаетесь в Бугатте. Меня зовут Архей Маншайн, и я отвечаю за дизайн Бугатте. Расскажите, пожалуйста, сколько времени ушло на создание дизайна Широна в целом? Ну, несколько дольше, чем заняло бы создание дизайна обычного автомобиля. Начинается все с того, что просто упражнения в дизайне не решат вопрос создания формы, чтобы достичь нужной динамики. Необходимо плотно работать с инженерами, чтобы достичь всех необходимых технических показателей для этого автомобиля. Так что совместная работа дизайнеров с инженерами заняла дополнительный год. Я, кстати, слышал, что у вас в команде работает один русский. Это действительно так? И если так, то чем он занимался в проекте Широн? Он пришел в момент разработки дизайна передка машины, и он был генеральным конструктором экстерьера, занимал ведущую роль в разработке Широна. Его зовут Саша Силипанов. Он был крайне важным членом команды, но сейчас пошел дальше по карьерной лестнице. Но я думаю, он великолепно поработал над машиной. Если говорить о дизайне, сколько человек было у вас в команде? В целом у нас 10 человек из, так сказать, внутреннего круга. И мы работаем еще с 20-30 дизайнерами и создателями моделей из виртуальных команд разработчиков автомобилей. А дизайн следующего Бугатти уже в работе? Надеюсь, да? Мы всегда над этим работаем. Конечно, этого не видно, но мы каждый день отрабатываем возможные сценарии и направления, куда дальше двигаться Бугатти. Говоря о молодежи, которые любят дизайн, что вы можете им порекомендовать? Куда им отправиться? С чего начать? Какой путь нужно проделать, чтобы попасть на работу в Бугатти или к какому-то другому автопроизводителю? Какое образование нужно получить? Может быть, есть какие-то советы? Я понимаю, вопрос сложный и путь долг, но все-таки. Да, отвечать на этот вопрос еще дольше. Это не так тривиально. Это не как бизнес, где кто-то тебе может сказать, чего можно добиться условно за три года и что конкретно нужно делать. Здесь ты должен влиться в это очень-очень рано. Знаете, это как, чтобы стать профессиональным гонщиком, начинать нужно с детства. Вот и в дизайне создания машин с ранних лет нужно начинать практиковаться в рисовании. И это тебе поможет, когда ты подцепишь автомобильный вирус. Страсть к автомобилям внутри тебя обязательно должна присутствовать. И когда ты соединишь эти две вещи, у тебя получится что-то вроде дизайнерского ДНК, чтобы стать дизайнером автомобилей. Помогают стажировки по миру, чтобы ты мог чему-то научиться у других профессионалов. И во время обучения у тебя будут какие-то знания, которые ты сможешь применить и отшлифовать в процессе учебы в том же университете. Когда ты стажируешься, проходишь практику, ты сталкиваешься с различными профессионалами из этой индустрии, которые могут обратить на тебя внимание в процессе обучения. Вот почему самые талантливые люди получают работу даже до окончания обучения. Потому что лидеры индустрии дизайна всегда заинтересованы в вербовке нового персонала, новых талантов. И, скорее всего, вас примут на работу еще до окончания университета. Ну вот, как-то так это происходит. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите, чем вы занимаетесь в Лего. Меня зовут Орлеан Лафянш, я из Франции и работаю в Лего в подразделении Техник уже примерно 8 лет. Я дизайнер, занимаюсь созданием моделей, новых элементов, немного графикой, но в основном моделированием, созданием наборов Лего. Ну что ж, давайте поговорим о нашем, так сказать, главном экспонате. Говоря об этой машине, Бугатти Шерон, насколько трудно было вам создать подобную модель? Как это вообще происходило? Ну, это был серьезный вызов, это уж точно. Очень сложно, но и задача была амбициозной. Сама-то машинка тоже непростая, да? Да. Много всяких плавных переходов. Да, для начала, саму машину довольно сложно воссоздать из Лего, поскольку дизайн плавный, органический. И решить проблему, как ее воссоздать, используя прямоугольные блоки Лего, которые далеко не всегда подходят под нужную форму, не так-то просто. Ну и для меня это было что-то новое. Я как будто перешел на следующий, более сложный уровень, чем то, чем я раньше занимался в Лего. Большой проект, серьезные партнеры. Все это в целом было серьезным вызовом. Что касается создания, создавался и экстерьер, и интерьер. Обе задачи были очень трудными. Каждый день новый вызов. То одно, то другое. Решил одну задачу, нужно решать следующую и так далее. Весьма интересно. А сколько времени заняло создать Бугатти от Лего? Шеронта? Ну, полтора года, но я, разумеется, работал не один, была целая команда. А сколько человек? В команде 10 дизайнеров, но не все работали над проектом. Кто-то помогал. Кстати, а над реальным Бугатти тоже 10 человек работало, да? Я не знал. Так что уровень? Была очень классная команда. Иной раз бьешься над какой-то задачей, над функционалом каким-то целую неделю, и не можешь найти решение. Звонишь кому-нибудь из старших товарищей с большим опытом, а он приходит и говорит, да вот же, вот так вот сделай. И ты такой, что, блин, как? Ты это за один день сделал. А так, получается, шесть месяцев ушло на экстерьер, шесть на интерьер, и весь функционал, и еще шесть на то, чтобы собрать это воедино. Может, покажете нам какие-то основные моменты, что здесь можно покрутить и так далее. Ну, само собой, открывается капот. Здесь табличка с уникальным номером. И вот еще дорожная сумка вот такая есть. Ух ты, как мило! Мы ее сделали буквально в самом конце. Самая простая деталь, да? Ну, мы типа такие в последний момент. О, так мы же еще вот это можем сделать. Ну, вот это первая функция. А тут еще шестеренки крутятся. Да, надо двери открыть. Разумеется, они открываются. Вот вы крутите руль, и за счет нескольких шестеренок поворачиваются колеса. Тут еще подвеска есть. Да, она, кстати, независимая. Ух ты, она ж работает! Да, и задняя тоже. И еще один важный момент. В профиль машина должна быть как бы наклонена вперед. То есть передок должен быть ниже кормы. Так дизайн получается более агрессивным и скоростным. Терминатор Бугатти. Тут еще кое-что. Ой, деталей не хватает уже. Помимо руля, есть механизм переключения передач. Видели? Передачи переключаются. То есть... Да ладно! Ну, то есть передачи реально переключаются. Один щелчок, одна передача. Все это соединено с механизмом КПП, чтобы менять обороты двигателя. Двигатель 16-цилиндровый, это на табличке видно. Ну, то есть переключатель реально работает. Драйв, нейтралка и задний ход. И на задний ход одна передача. Ну, то есть как в жизни. Да, совершенно верно. Энди, представьтесь, пожалуйста, и расскажите, чем вы занимаетесь в Бугатте. Меня зовут Энди Уоллес, и я большой счастливчик, так как проехал больше 80 тысяч километров на этом Шероне. Мне хотя бы пару тысяч проехать. Ну, как минимум 20 километров я могу пообещать. Сегодня днем. Изначально я пришел из мира гонок. С ними я завязал в 2012-м, и как раз перед этим пришел Бугатте. И я так думал, что водил самые невероятные машины в 24-х часах Лимана. Я так думал, поскольку закончил с гонками и подозревал, что больше нигде никогда не получу такую динамику. А потом мы занялись Шероном, и я внезапно понял, что он мощнее. Началась новая жизнь, да? Да, больше скорость, лучше ускорение. Просто невероятно. Мне очень повезло, я очень счастливый человек. Здорово. А какую максимальную скорость вы развивали на этой машине? 420 или во время тестов пытались ехать еще быстрее? Пока мы не разгонялись свыше 420, но, возможно, в будущем и получится. Как вы знаете, у нас есть два электронных ограничителя, 350 и 420. В конце концов, мы узнаем, какая же у этой машины максималка, я только не знаю когда. Но я могу сказать, что для разгона с нуля до 350 автомобилю требуется менее двух километров. И вот ты упираешься в первую отсечку по скорости. Это уже невероятно. Да уж, с ума сойти, невероятно. А по поводу 420, невероятно, насколько машина стабильна на такой скорости. Вообще, на больших скоростях автомобиль обычно начинает болтать, но этот настолько стабилен, он придает уверенности. А если говорить о ребятах, любящих автоспорт, что вы можете порекомендовать тем, кто хочет сделать профессиональную карьеру в гонках? Конечно, вопрос сложный, но в любом случае, может быть, есть какие-то советы? Это сложный вопрос, и он требует обстоятельного ответа, но я попробую вкратце. Минут на 20, да? Я начал гонять в 1979, то есть весьма давно, и семья моя была совсем не богатой. То есть я пришел в гонки с очень маленькими деньгами, смогли только машину купить. И, разумеется, все работы проводились самостоятельно с друзьями или с семьей. И потихоньку мне удавалось прогрессировать без каких-либо больших денег. К сожалению, сейчас, если нужен честный ответ, если ты хочешь начать карьеру в автоспорте, стартовый ценник в разы выше. Он просто не под силу большинству людей в плане финансов. То есть ты должен хорошо зарабатывать? Ну, да, потому что найти спонсоров чрезвычайно трудно, особенно когда ты новичок, да? Это очень тяжело. Ну, если только у тебя кто-то владеет компанией, которая тебя может проспонсировать. Но начать очень тяжело. Раньше такого не было. Мне кажется, потому что можно было добиться хорошего результата на старой машине. Сейчас же, если у тебя не топовые компоненты, даже если ты хороший пилот, люди тебя не заметят. Потому что у тебя не топ. Мне очень грустно об этом говорить, поскольку... Так это просто правда и все. Ну, да, все как есть. Но я могу сказать так. Если ты к чему-то питаешь страсть и мечтаешь стать пилотом, то почему нет-то? Давай пробуй. Да, делай. Иди за своей мечтой. Конечно. Но, к сожалению, это трудный путь. Мне повезло, что у меня все получилось. Когда я думаю о прошлом, там было столько моментов, когда мне везло. Да, везение. Получилось и ту машину попробовать, и эту. Выпадет ли еще шанс на подобное? Я, честно говоря, не уверен. Ну, попробуем, что ли? Сейчас вместе с Энди, с очень известным автогонщиком, мы проедемся на Широне. И я постараюсь понять, что это такое, а вы постарайтесь понять это вместе со мной. А запустите двигатель, пожалуйста, ну, чтобы я звук записал. Энди, здесь так круто! Господи ты, боже мой! Да, довольно много места, салон довольно комфортабельный, и в нем чувствуется качество. Да, минимализм. Круто! Да, так и есть. Перед тем, как мы поедем, какой режим вы выбрали? Какой мод вы выбрали? Ну, в данный момент включен режим автобана. Суть в следующем. Если ты в режиме EV, в стандартном, то будут самые мягкие настройки подвески и дорожный просвет в 150 мм спереди и 160 мм сзади. И машина останется в этом режиме до скорости в 180. После этого автомобиль автоматически перейдет в режим автобана. его можно выбрать и вручную, что я и сделал. В режиме автобана антикрыло встает под углом 10 градусов, а подвеска опускается. Передок до 95 мм, а задок до 150. То есть машина больше не параллельной земли, и она становится ниже. Это управление кондиционером. На них дисплеи высокого разрешения. Если нажать и подержать вот эту кнопку, то дисплеи начинают показывать различную информацию. Неплохая экономия места. Да, здесь нет выдвигающегося экрана. Если у тебя здесь будет экран, то очень быстро, буквально за пару лет, все это начнет выглядеть старомодно. Да. А здесь классический дизайн. Так что дисплея нет, но информация есть. Навигация здесь, изображение из камеры заднего хода тоже здесь. Все, что нужно перед тобой. Просто это не так очевидно. Разумеется, заметно, что дождь идет. Угу. Дорога мокрая. Сложные условия. А у нас полторы тысячи лошадей, так что... Возможно, ты заметишь, что машина немного болтает. А я люблю это дело. Но электроника здесь хороша. Ну что, давай попробуем. Ух, звук из-за спины крутят. Ух, звук из-за спины крутят. Ой, любит. Сейчас начнем топать на 1500 силах. Отсюда не так просто увидеть, но там есть оранжевый знак. Он вроде довольно далеко, но мы там окажемся довольно скоро. Ну что, мне нравится. Ну что, ты готов? Да. Первая передача, газ в пол. Энди, это было круто. У нас в Москве есть тысячесильный GT-R, но это совершенно иной уровень, и я в восторге. Просто невероятно. Особенно учитывая, что настолько мокро. Да, машина настолько стабильна, никакой работы противобуксовки. Нет, она работает, но ты этого не чувствуешь. Да. Но это можно увидеть здесь, так как мы развили всего 1291 лошадиную силу. Это все... Потому что очень скользко. Но тем не менее, мы разогнались до 243 на парковке. Обалдеть прям. О, хорошая прямая. Ну да, только, к сожалению, там гонять нельзя, только здесь. А, ладно. Ну что, еще разок? Божечки, какой крутяк! Я так кайфую! Ребята, ощущения, конечно... Это прям какие-то новые ощущения. Вы наверняка видите много разных эмоций от пассажиров. Многие верещат, наверное. Божечки, что происходит! Ну да, есть такое. Как же круто, когда вы едете и можете посмотреть зеркало заднего вида, а там вот такая штуковина. И обратите внимание, здесь у нас разделяет как бы интерьер. Вот такой вот элемент. Здесь можно включить иллюминацию. И здесь, по сути дела, как бы у нас буква C, Широн. Кстати говоря, названа машина в честь Луи Широна. Это автогонщик из Монако, который выступал за Бугатти в довоенное время. Выступал очень успешно. В честь него назвали автомобиль. Друзья мои, завершается уникальное наше мероприятие. Я надеюсь, что вы получили искренний кайф от просмотра этого видео. Оно объективно получилось очень информативным. Мы провели диалоги с разными уважаемыми людьми из Лего, из Бугатти. Они все нам рассказали, показали. Энди очень дерзко нас, агрессивно прокатил. Короче, по-моему, реально круто получилось. Отдельное мега спасибо Лего Раша, Лего Россия. Вот Саша здесь стоит. Саша, большое тебе спасибо. И всем вам за то, что предоставили такую возможность. Это реально очень круто. Напоминаю, что по ссылочке внизу, в описании, вы можете найти всю информацию, где можно купить вот такой вот Бугатти Широн от компании Лего. Вот. Так что имейте в виду, что есть такая штуковина потрясающая, которая просто является, наверное, идеальным подарком для любого мужчины и женщина, если эта женщина любит тачки. Вот. Так что как-то так, друзья. От души, вот точно здесь от души, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Пишите в комментариях, как вам наш видос, как вам Бугатти Широн. И, надеюсь, в скором времени мы вновь встретимся с этим замечательным, потрясающим гиперкаром и проведем такой уже более агрессивный дорожный тест-драйв. Ну, а начало было положено. Будем продолжать гиперкар-линию. И вообще, пишите в комментариях, какие еще гиперкары вы хотите увидеть на тест-драйвах. В принципе, все, ребят. Большое спасибо. Всем Широн. Пошел наезд на камеру. Разворот боком. Ушел с кадра. Дон-дон-дон-дон-дээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Продолжение следует...